Родители учащихся гимназии номер 3 Южно-Сахалинская тревожатся за их безопасность. Улицы вблизи образовательного учреждения во время учебного года заставлены автомобилями. Это вынуждает детей идти по дороге. О том, как горожане добиваются принятия меры, как на это реагируют власти, расскажет Дмитрий Зелинский. Сын Елены Антоновой ходит в гимназию три года. Все это время женщина борется за безопасность на одном из последних участков по пути в школу улицы Фабричной. По утрам она до отказа забита машинами. Дети идут прямо по проезжей части. Я шла с ребенком, как бы ребенка подальше от дороги, да, сама поближе, у меня куртку много раз пачкали. В общем, машины везде запаркованы, да, то есть не пройти. Как вы видите, тротуаров нет, да, не выделены они здесь в принципе. Раньше здесь были запаркованы вот так вот все машины. Тут были, тут как-то разъезжались. В общем, был полный коллапс. Десятки обращений в Министерство образования, МВД, прокуратуру, мэрию к депутатам наконец дали результат. В конце прошлого сентября переулок Озерный и кусок Фабричный сделали односторонними. На них установили знаки, запрещающие стоянку лежачих полицейских, огородили часть дороги столбиками. Но радость родителей была недолгой. Как только начинается школа, столбиков нет. И, соответственно, вопрос опять у нас остается открытым. Кроме того, столбики не решает поставленную, да, проблемы. Если вы видите сзади меня, все паркуются, там же идет стройка, туда же въезд тяжелой техники, соответственно, стройку. И это не защищает и никак не ограждает наших детей. На повторное обращение в мэрии развели руками. Все, что могли сделали, теперь идите в ГИБДД. Муж Елены отправил туда больше 60 заявлений с фотографиями машин, припаркованных под запрещающим знаком. Меры были приняты, лишь по третий из них. Звонки в дежурную часть с просьбой прислать экипаж ДПС результата не дали. Судя по всему, в полиции беспокойство родители не разделяют и оснований для профилактики ДТП не видят. В 2022 году согласованы изменения в проект организации дорожного движения, а именно введение одностороннего движения. Для минимизации нарушений правил парковки представителями Центра управления городской мобильностью были оборудованы сигнальные столбики по краю проезжей части. По имеющейся информации, смена организации дорожного движения на данном участке осуществляться не будет. В мэрии говорят, что проблема скоро решится. Идет капремонт фабричный. Закончить его должны к 1 сентября. Пока выше Комсомольской не сделано ничего. Но даже когда дорогу благоустроят, единственный на восточном участке тротуар по южной стороне не отделят от проезжей части. Он будет снова заставлен машинами. Весной прямо в дом номер 9 влетел лихач. Бордюр и тротуар его не остановили. Родители боятся, что ЧП может повториться, когда тут будут дети. Тогда трагедии не избежать. Мы спросили администрацию, можно ли сейчас по запросу встревоженных горожан внести изменения в проект ремонта фабричный. Надо лишь поставить барьеры, как на озерном, чтобы отгородить тротуар от машин. В мэрии это предложение понимания не встретило. На данном участке дороги, согласно нормативной документации, пешеходное перильное ограждение не требуется. Сопряжение проезжей части и тротуара будет выполнено бортовым камнем, возбуждающим на 15 сантиметров от проезжей части. Также ограждение не было предусмотрено проектом организации движения, дорожного движения, на основании которого был разработан проектная документация. Тему безопасности на фабричной обсудят на заседании общественного совета при мэрии в сентябре. Не исключено, что только это поможет решить проблему, от которой отмахиваются власти и правоохранители. Дмитрий Зелинский, Андрей Тимонин, Иван Гамзов, Илья Назаров, Солнце ТВ. Дмитрий Зелинский, Андрей Тимонин, Иван Гамзов, Илья Назаров, Солнце ТВ.